Перевод английского княгини Тропоткина, 1904 год, кассета 2, страница 249. На таких условиях мы жить вместе не можем, воскикну я с давленым голосом, идя рядом с ней к Вилли. Нет, можем, ответила Сибила, и насмешливая улыбка заиграла вокруг ее рта. Мы можем делать то же, что другие. Нет никакой надобности, чтобы мы позировали за идеальных супругов. Нас бы возненавидели, вот единственный результат, которого мы бы достигли. Лучше быть популярным, чем нравственным. Добродетельность рождается редко. Но вот и наш интересный немец Лакей, он спешит доложить нам, что обед готов. Пожалуйста, Джеффе, не ходите с таким мрачным лицом. Мы не ссорились, и потому было бы глупо дать это ложное понятие нашим людям. Я ничего не ответил. Мы зашли в дом и сели обедать. Сибила говорила много и весело, а я отвечал лишь краткими словами. После Белы мы вышли опять в сад, чтобы слушать оркестр, играющий на иллюминированной террасе гостиницы. Сибила была знакома со многими, и все преклонялись перед ее редкой красотой и изяществом. Пока она разговаривала то с одним, то с другим, я сидел в угрюмом одиночестве и следил за ней не то с удивлением, не то с ужасом. Ее красота казалась мне красотой ядовитого цветка. Чудно по форме и окраске, но смертельного для того, кто вдохнет его аромат. И в ту же ночь, когда я держал ее в своих объятиях и слышал белье ее сердца на моем сердце, ужасный страх охватил меня. Страх, что когда-нибудь я убью ее на своей груди. Убью, как у добы вампира, высосавшего из меня всю мою кровь и всю мою силу. Мы окончили наше брачное путешествие раньше, чем предполагали, и вернулись в мир в середине августа. В моем уме родилась смертель, дашла мне какое-то необъятимое смыслное утешение. Я решил познакомить жену с Мавис Клер и надеялся, что мягкое влияние милой счастливой женщины, жившей как птичка в своем гнезде, так близко к моим владениям, окажет благотворное действие на Сибилу и вылечит ее от безжалостного анализа и презрения к всем высоким идеалам. Жара в ту пору была очень сильной и розы свели обычной роскошью. И старые деревья бросали благодатную тень, в которой усталый ум и тело могли прекрасно отдохнуть. Я решил, что в конце концов нет страны прекраснее Англии, столь богато одаренной листвой чудными цветами, и которая могла похвастаться более красивыми садами для уединения и поэзии, хваленной всеми Италией. Садами для уединения и поэзии, В паленой стиле Италии Поля скоро высыхают благодаря силе слишком яркого солнца, и такие тенистые тропинки, как в Англии, не существуют. К тому же, страсть итальянцев срубать все лучшие деревья не только испортила климат, но и уничтожила живописность местности. Во всей Италии нельзя было бы найти такого идеального местечка, как была вилла Лилий в эту пору. Мавис сама следила за благоустройством своего сада. Под ее ведомством были два садовника, которые постоянно поливали и траву, и деревья. Нельзя было себе вообразить что-нибудь красивее этого живописного дома, покрытого жасмином и ползучими розами, достигающими почти самой крыши. Вокруг него расстелались лужайки изумрудного цвета, окремленными группами деревьев, где певчие птицы находили свои убежища и по вечерам оглашали сад своими трелями. Я помню хорошо ясный и теплый день, когда я справился туда с женой, желая познакомить ее с писательницей, которая она так восхищалась. Было чрезвычайно жарко, и в нашем саду царила ненарушимая тишина. Но, походя к вилле низ клер, мы расслышали пение жаворонка, где-то из-за кустов и однообразных варкований голубей, рассуждающих между собою. «Как здесь красиво!» — сказала Сибила, глядя через калитку в благухающий сад. «Гораздо красивее, чем в вилле с мире». Нас спустили. И малость, которая знала о нашем посещении, не заставила нас долго ждать. Когда она взошла в белом-белом тонком платье, красиво облегавшем ее тонкий стан, с простым ленточным кушаком вокруг талии, сердце мое болезненно сжалось. Миловидное безмятежное лицо, радостные, но глубокие задумчивые глаза, чуткий рот и, в довершение всего, безусловное выражение счастья, придававшее ее чертам что-то живое и чарующее. Все это заставило меня понять в один краткий миг все, чем может быть женщина и чем она редко бывает. А было время, когда я ненавидел Мавис Клер, когда я пользовался анонимом, чтобы нанести ей удар. А теперь... Теперь я почти любил ее. Что Сибила, высокая, стройная и красивая, смотрела на мисс Клер с удивлением. Подумает, что... Подумать, что вы знаменитая Мавис Клер, сказала она с улыбкой, протягивая руку. Я слышала и знала, что вы не похожи на литераторшу, но все-таки не представляла себе вас такой, какая вы есть. Да, в Англии почти все писательницы стараются показать, что они пишут, засмеялась мисс Клер. Но как я рада вас видеть, леди Сибила. Когда я была маленькая, я часто смотрела, как вы играли в саду в Виллос Мир. И я тоже следила за вами, ответила Сибила. Вы постоянно пли венки из полевых цветов, которые собирали по ту сторону реки. Мне очень приятно, что мы соседи. Надеюсь, что вы будете часто приходить ко мне в Виллос Мир. Маль с ней и сейчас ответила. Она занялась чаем и подала нам обоим по чашке. Сибила, которая все замечала, заметила, что мисс Клер ничего не ответила, и ласково повторила свое приглашение. Вы придете, не правда ли? И чем чаще, тем лучше. Мы должны быть друзьями. Мавис подняла голову и радостно улыбнулась. Вы не шутите? Сказала она. Шучу? Переспросила Сибила. Нет, конечно нет. Как вы можете сомневаться в этом? Воскликнул я. Простите меня, что я поставил вам этот вопрос. И Мавис опять улыбнулась. Но видите ли, вы принадлежите к числу местных магнатов, а магнаты считают себя гораздо выше нас. Многие из них думают, что писатели принадлежат к какому-то неприличному отродью. Меня это всегда забавляет. Несмотря на это, сознаюсь, что мой самый большой недостаток — гордость и упрямая любовь к независимости. Откровенно говоря, меня приглашали часто в так называемые «большие дома», но каждый раз, как я бывала в них, я сожалела об этом. «Почему?» — спросил я. «Вы делайте им честь, а не они вам». «Они совсем этого не думают», — продолжала мисс Клер. «Наоборот, они считают, что снизошли до меня. Раз я завтракал у какой-то баронессы, меня познакомили лишь с одним или двумя из числа гостей, а остальные смотрели на меня, как на какую-то породу курицы или рыбы. Барон показал мне свой дом и сказал мне, сколько он заплатил за картины и фарфор, украшающие его стены. Я улыбалась, слушая его, и восхищалась там, где надо было восхищаться. С того дня они меня не приглашали, и до сих пор я не понимаю, что я сделала, чтобы удостоиться их приглашения, и что я сделала, чтобы они сразу отреклись от меня. «Какие порвеню!» — воскликнулась и Билла. «Положим, что и в арестократии встречаются невоспитанные люди, и я часто стыжусь, что принадлежу к этому сословию. Но что касается нас, могу вас уверить, что мы сочтем за честь иметь вас не только в качестве соседки, но и в качестве друга. Постарайтесь, если возможно, полюбить меня». И Сибирь ловнагнулась к низ в Клер с чарующей улыбкой на красивом лице. Мавис посмотрела на нее пристально, видимо, любуясь ею. «Как вы хороши!» — сказала она откровенно. «Должно быть, вам это говорят нередко. Но я не могу не присоединиться к общему хору. У меня красивое лицо тоже, что красивый цветок. Я не могу не любоваться им. Красота — вещь божественная. И хотя мне всегда говорили, что некрасивые люди непременно хорошие, я этому поверить не могу. Природа обязана одарить красивое лицо красивой душой». Сибила, которая сначала улыбнулась в комплименту при последних словах, густо покраснела. «Не всегда, мисс Клер, — сказала она, опустив веки с длинными ресницами на свои блестящие глаза, можно представить себе красивого демона, так же легко, как красивого ангела». «Пожалуй, — согласилась Мави, — задумчиво, глядя на мою жену, потом внезапно повеселев, она прибавила, конечно, вы правы. Я так же не могу представить себе безобразного демона. Демоны бессмертны. А понятие безобразия и бессмертия не вяжется. Положительное уродство принадлежит только человечеству. Некрасивое лицо пятно в творении, пятно, с которым мы можем примириться только ради того, что оно неминуемо погибнет. Со временем душа освободится от своей неприглядной оболочки и примет более красивый облик. «Да, леди Сибила, я буду приходить в виллу Смир. Я не могу отказаться от наслаждения, видеть вашу удивительную красоту как можно чаще». «Вы мне льститесь», — сказала Сибила, и в таз от своего места подошла к мисс Клер, и свойственной ей любезностью, которая казалась воскресшей, но часто ничего не означала, ласково обняла ее за талию. «Сознаюсь, что я люблю лезть от женщины. Мужчины говорят одно и то же всем. Они скажут уроду, что она хороша, если это нужно для преследуемой ими цели. Но женщины редко признают друг в друге, какие бы то ни было качества, внешние или скрытые, а потому, когда одна из них удостаивает другую похвалы, это достойно примечания. Не покажете ли вы нам ваш рабочий кабинет?» Майса охотно согласилась, и мы прошли в мирное святилище, где председательствовала мраморная Минерва и где Трикси и император блаженно почивали. Собаки дружелюбно встретили меня и мою жену. Сибилла начала ласкать огромного сенбернара. Глядя на нее, мать внезапно обратилась ко мне с вопросом. «Где друг, который был с вами при первом вашем посещении?» «Князь Римонесс? Он в Петербурге. Но через две или три недели он обещался вернуться в Англию и погостить у нас». «Какой он странный!» задумчиво заметила мисс Клер. «Помните, как мои собаки возненавидели его?» «Иператор никак не мог успокоиться, даже два или три часа после вашего ухода». И в нескольких словах она рассказала Сибилле, как сенбернар бросился на Лусио. «Некоторые люди питают необъяснимую антипатию к собакам», заметила Сибилла. «И собаки чуют это недружелюбное к ним чувство и отвечают тем же. Но мне казалось, что князь Римонесс пытает ненависть лишь к женщинам». И она засмеялась, как бы с досадой. «К женщинам», — повторила Мавис. «Неужели князь ненавидит женщин?» «В таком случае он хороший актер, так как со мной был удивительно любезен и ласков». Сибилла пристально посмотрела на мисс Клер. Потом сказала, «Может быть, потому что он понял вас, понял, что вы не принадлежите общему типу современных женщин. Конечно, князь всегда вежлив с нами, но эта вежливость служит ему лишь маской, чтобы прикрыть чувство совсем иного рода». «Вы это заметили, Сибилла?» спросил я с легкой улыбкой. «Надо быть слепой, чтобы этого не заметить», ответила она. «Однако я не винию его за его ненависть. Мне кажется, что это придает ему что-то еще более интересное и привлекательное». «Князь ваш большой друг?» спросила мависть, глядя на меня. «Мой самый близкий и дорогой друг», ответил я стремительно. «Я обязан князю многим и никогда не буду в состоянии отплатить ему наконец. Благодаря ему я имел счастье познакомиться с моей женой». Сказал я эти слова игриво, не задумываясь, но высказал, проговорил их как-то что-то вроде неприятного воспоминания, вдруг кольнуло меня. Да, это была правда. Моему другу Лусио я обязан был за несчастье, страх, унижение и стыд иметь в виде неразлучной подруги жизни такую женщину, как Сибила. Я чувствовал, что голова начинает кружиться, что мне делается дурно и бессильно опустился в кресло, предоставив обеим женщинам возможность выйти с собаками в сад, обитый ярким солнцем, и проводил их глазами мою жену высокую, стройную, одетую по последней моде, и мависть, маленькую и худенькую, в мягком белом платье с развивающимся кушаком. Одна была чувственно, другая духовно. Одна низко и скверна в своих стремлениях, другая чиста и полна высших благородных целей. Наконец, первая лицетворяла физически совершенного животного, другая, одухотворенная в прелестную сельфиду. Глядя на них, я начал ломать себе руки, недумевая, как я мог сделать соль необдуманный выбор. С свойственным эгоизмом и самоуверенностью я был убежден в ту минуту, что если бы захотел, мог бы жениться на мависть-клер. Ни одной минуты я не подумал, что в данном случае мое богатство не помогло бы мне, и что я мог столь же удачно сорвать звезду с небес, как заполучить согласие женщины, которая читала меня насквозь и навряд ли сошла с своего интеллектуального престола, чтобы разделить со мной мои деньги. Я взглянул на спокойный облик Минервы, и глаза мраморной богини посмотрели на меня с каким-то холодным презрением, на стены, украшенные мудрыми сказаниями, сказаниями, напоминавшими мне об истинах, которых признать я не хотел. Понемногу мой взор перешел к углу, где стоял письменный стол. Тут теплилась небольшая лампадка. За лампадкой на коне пунцового бархата висело большое распятие из белой сановой кости. А под распятием на серебряной этажерке стояли песочные часы, в которых песок красный медленно переливался. Этот маленький предмет был украшен следующей надписью «Теперь подходящее время». Слово «теперь» было написано более крупными буквами, чем остальные, и очевидно составляло нечто очень важное для писательницы. Не теряя ни единой минуты, следовало работать, молиться, любить, надеяться, благодарить Бога и радоваться жизни. И все это «теперь», не жалея прошлого и не боясь будущего. А просто исполняя хорошо то, что следовало исполнить, предоставляя все остальное воле Божией. Я встал с чувством беспокойства. Вид распятия почему-то раздражал меня, и я пошел за женой мисс Клер. Они рассматривали клетку сов. Слыхав мои шаги, Сибила обернулась с радостным, улыбающимся лицом. «У мисс Клера очень решительные суждения, Джеффри», — сказала жена. «И она не так очарована князем Риммонес, как большинство людей. Откровенно говоря, мисс Клер только что призналась мне, что совсем его не любит». Мавис покраснела, но прямо и бесстрашно посмотрела на меня. «Я знаю, что не следует высказывать своего мнения, пробормотала она, и что вообще я слишком откровенна. Прошу вас простить меня, мистер Тенпес. Вы говорили, что князь ваш лучший друг. Уверяю вас, что сперва он произвел у меня самое благоприятное впечатление, но потом, когда я вдумалась в него, я пришла к убеждению, что он совсем не такой, каким кажется». «Он это и сам говорит», — засмеялся я. «Действительно, в нем есть что-то таинственное, и он обещался когда-нибудь дать мне объяснение этого. Однако я жалею, мисс Клер, что князь вам не нравится, тем более, что вы ему нравитесь». «Может быть, при более близком знакомстве мое мнение изменится», — тихо сказала Мавис. «Но теперь...» «Однако не будем говорить о нем. Я чувствую себя бесконечно виноватой перед вами, так как и вы, и леди Сибиева любите князя». Не знаю почему, но я высказалась совсем против воли. Ее мягкие глаза принялись тревожные выражения, и чтобы прекратить этот разговор, я спросил его, пишет ли она что-нибудь новое. «Да, пишу», — ответила она. «Мне нет времени, лините. Публика очень доброжелательно относится ко мне, и, прочитав одну книгу, немедленно требует другую, а потому я постоянно заняты». «Мы пошли по направлению к калитке, так как нам уже было пора уходить. «Не позволите ли вы мне посещать вас почаще?» — внезапно спросила моя жена ласковым голосом. «Я была бы так счастлива поговорить с вами». «Когда угодно после часа», — любезно ответила писательница. «Утро принадлежит богини, волоснее даже красоты, а именно работе». «Вы никогда не пишете ночью?» спросил я. «Никогда». «Зачем я буду переделывать законы природы?» «Я убеждена, что это не повело бы к добру. Ночь предназначена для сна, и я с благодарностью посвящаю ее отдыху. «А однако есть писатели, которые способны работать только по ночам», заметил я. «Я не верю в художественность их произведений», сказала Мавис. «Я знаю, что некоторые прибегают к вину, опиуму и полуночным часам или для вдохновения, но я этим способом не доверяю. Утро с отдохнувшим умом вот что нужно для литературного труда. Конечно, если вы хотите написать книгу, могущую прожить более одного сезона». Мисс Клер проводила нас до калитки и остановилась. Большой Сен-Бернар прижался к ней, над ее головой душистые розы медленно качались. «Во всяком случае, работа приносит вам пользу», заметил Сибир, выглядели на нее каким-то пытливым, почти зависимым взглядом. «Вы кажетесь вполне счастливой». «Я действительно счастлива», ответила Мави с улыбкой. «Мне ничего не остается желать, разве только, чтобы я умерла так же мирно, как живу». «Надо надеяться, что вас в смертный час еще далек», сказал я торопливо. «Благодарю вас за желание», и она подняла на меня свои ласковые задумчивые глаза. «Но я лично ничего не имею против смерти, лишь бы она нашла меня готовой». «Она приветливо кивнула нам вслед, мы прошли некоторое время в полном молчании», «Наконец-ки Билла заговорила». «Я вполне понимаю ненависть, которую некоторые люди испытывают к мисс Клерф. Мне кажется, что и я сама начинаю ее ненавидеть». Я остановился и посмотрел на жену в изумлении. «Вы начинаете ее ненавидеть? Но как? Почему? Неужели вы так слепы, что не видите? Почему? И знакомая насмешчивая улыбка заиграла в углах ее рта? Потому что она счастлива, потому что в ее жизни нет ничего скрытного и потому что она умеет быть довольной своей судьбой. Невольной является желание сделать ее несчастной. Но как это сделать? Она верит в Бога и верит, что все, что он приказывает хорошо и правильно. С такой верой она неуязвима и будет счастлива даже на чердаке с коркой черствого хлеба. Я ясно вижу, чем она добилась популярности. Она так уверена в тех теориях, которые проповедуют. Чем можно ей повредить? Положительно ничем. Но я понимаю, что критики готовы растерзать ее. Да я сама не занимаюсь критикой, с радостью убила бы ее за то, что она не похожа на остальных женщин. Какая вы непоследовательная, Сибила, воскликну я в негодовании. Вы постараетесь, восторгаетесь книгами Клер. Всегда восторгались ими. Вы просили ее быть вашим другом и постепенно выражаете желание убить ее или присоединить ей какое-нибудь горе. Сознаюсь, я вас не понимаю. Конечно, нет, спокойно ответила она, глядя на меня с каким-то загадочным выражением. Я никогда не воображала, что вы меня понимаете. Но, не следуя примеру других, я никогда не винила вас за это. Я сама долго себя не понимала и даже теперь не знаю, правильно ли я измерила глубину своей натуры. Но, что касается Мавис, Клер, то неужели вы не сознаете, что злость может ненавидеть доброту, что отъявленный пьяница обязательно должен ненавидеть умеренного человека, и что наконец я, смотря на жизнь, как на нее смотрю, находя ее во многих отношениях омерзительной, не доверяя ни мужчинам, ни женщинам, и не имея веры в Бога, могу ненавидеть или скорее ненавижу женщину, которая находит красоту в жизни и верит в Бога, которая не принимает участия ни в наших сплетнях, ни в наших скандалах, и вместо моего самобечующего духа анализа достигла всеобщей славы, поклонения тысячи людей и полного самодовольства. «Стоит пожить, чтобы сделать несчастной такую женщину, принимая в расчет ее характер, это трудная задача». «Если вы не хотите быть ее другом», сказала я, наконец, совладев сволнением, вызванным ее словами, «то вы должны были быть откровенны и это сказать ей». «Вы слышали, что она говорила про лицемерную дружбу?» «Слышала», угрюмо ответила Сибила, «но она умна Джеффри и поймет меня без объяснений». Я невольно взглянул на жену, ее чрезмерная красота кольнула меня, как физическая боль, и в приступе какого-то отчаяния я воскликнул, «Сибила, Сибила, зачем вы такая, как вы есть?» «Зачем?» повторяю она и усмехнулась, «Зачем, будучи такой, я родилась с дочерью графа, а не дочерью проститутки?» «Обо мне писали бы романы и пьесы, из меня бы сделали такой героиней, что все плакали бы над щедростью, с которой я поощряла бы чужие пороки». «Но как дочь графа и жена миллионера?» «Я ошибка». «Той рода иногда ошибается Жефри, к сожалению, ее ошибки непоправимы». Мы уже успели вернуться в свой сад и шли по направлению к дому. «Я так надеялся, что вы и Мави Склер будете друзьями». «Мы будем друзьями на короткое время», ответила она. Голубь редко дружится с вороном, и жизни привычки мисс Склер для меня были бы нестерпимо скучны. Кроме того, как я уже говорила, она слишком умна и проницательна, чтобы не раскусить меня, но я буду притворяться как можно дольше. Если я стану разыгрывать даму патронессу и благотворительницу, она поймет меня сразу. Нет, моя роль будет труднее. Я разыграю честную женщину». Опять она засмеялась жестоким резким смехом, от которого у меня кровь похолодела, потом взошла в открытую дверь гостиной. Оставшись один в саду между тенистыми деревьями, пахучими розами, я внезапно почувствовал, что чарующая прелесть вилла с мира куда-то исчезла. Остался угрюмый дом, навещаемый всесильным и всемогущим духом зла. Одно из самых странных проявлений нашей странной жизни состоит в внезапности некоторых событий, приносящих разрушение там, где царит мир, и безнадежный разгром, где все было спокойно и безопасно. как толчок землетрясения, шумные приключения падают в рутину обыденной жизни, разрушая надежды, разбивая сердца и превращая удовольствие в пыль и пепел горького отчаяния. И это разрушающее несчастье случается нередко в минуту кажущегося благополучия, без всяких предупреждений, с жестокостью нежданной бури в пустыне. Мы постоянно видим это в внезапном исчезновении из общества лиц, которые до тех пор высоко держали голову и считали себя примерами для всех. Видим это в неожиданном падении великого государственного деятеля, который сегодня всемогуч, а завтра бессилен и бессилен помочь даже самому себе. Благодаря этому совершаются огромные перемены с такой головокружительной быстротой, что не вон не понимаешь те религиозные секты, которые вне благоденствия покрывают себе голову пеплом и молят Бога приготовить их к предстоящим дням несчастья. Умеренность стойков, которые считали безнравственным радоваться и горевать, и старались держаться среднего пути, не предаваясь ни десерию, ни отчаянию, конечно, весьма похвально. Но я, неудовлетворенный в своих сердечных потребностях, был, однако, весьма доволен своим материальным положением и окружающей меня роскошью. Я наслаждался всевозможными удобствами жизни и старался заглушить в них свое тайное горе. Благодаря этому, скажем, днем я делался все более и более материальным, любил телесный покой, изысканную еду, редкие вина, и со дня на день терял даже желание к умственному труду. Мало-помало я приучил себя терпеть и даже понимать развратную сторону характера моей жены. Положим, я уважал ее меньше, чем турок уважает любовницу в своем гареме. Но как турок, я находил некоторое грубое наслаждение сознаний, что ее красивое тело принадлежит мне. Это чувство и животная страсть, вызываемая им, удовлетворяли меня. И так на короткое время сонное довольство сытого во всех отношениях животного усыпляло меня. Я думаю, что ничто, как колоссальное банкротство всей страны не может поколебать моего состояния. И что поэтому мне не нужно утруждать себя чем бы то ни было полезным. А просто жить, есть и веселить, как советовал Соломон. Моя умственная деятельность совершенно прекратилась. Взять за перо, начать что-нибудь писать для достижения славы. Эта мысль никогда я проводил дни в приказаниях моим служащим, изощрялся в тиранстве над садовниками и конюхами и вообще важней чертуре всем и вся. Я великолепно знал, что требовалось от меня и недаром изучил образ жизни богатых людей. Я знал, что миллионер никогда не чувствует себя столь добродетельным, как когда он расспрашивает кучера про здоровье его жены и приказывает выдать из конторы два фунта стерлингов на родившегося ребенка. Щедрость и великодушие крезов почти всегда сводятся к этому. И если бывало я встречал маленького сына моего привратника в отдельной части парка и награждал его шестью пенцами, то чувствовал, что по меньшей мере заслужил престол по правой сторону Всевышнего. До такой степени я умилялся перед собственной добротой. Сибири, однако, не следовало моему примеру и не играло роль благотворительницы. Она положительно ничем не помогала нашим бедным соседям. Характер освященник при ней сознался, что между прихожанами было мало нужды. Благодаря постоянной щедрости мисс Склер из того момента Сибила ни разу не предложила своей помощи. Изредка она отправлялась в виллу Лилии и оставалась там около часа. Время от времени прелестная писательница приходила к нам пить чай или обедать, но даже я, поглощенный собственным эгоизмом, не мог не заметить, что малыш как бы стеснялась во время этих посещений. Само собой, разумеется, что она всегда была мила и приветлива, и единственные минуты, когда я отчасти забывал себя и свои личные интересы, были те, которые она проводила с нами. Однако мисс Склер казалась озабоченной, и в ее откровенных глазах являлось вопросительное болезненное выражение, когда она смотрела на очаровательную красоту Сибилла. Я придавал мало значения этим пустякам, боясь терять хоть одну минуту физического покоя и наслаждения. Я понимал, что единственный способ сохранить аппетит и здоровье, это прежде всего уничтожить голос совести и сердца. Тревожить соучестью других значило изводиться зря во вред собственного пищеварения. Я знал, что ни один богач не рискнет испортить свое здоровье ради блага ближнего. Пользуясь окружающими меня примерами в высшем обществе, я старательно берег свое пищеварение и с крайней щепетильностью относился к тому, что мне подавали к обеду. С такой же щепетильностью я относился к туалетам жены. Я хотел видеть ее красоту в рамках роскоши и изящества и критически наслаждался ей, как наслаждался бы блюдом трюфелей или редкой дичи. Слова Евангелия никогда не вспоминались мне. Кому много дано, от того много и потребуется. Пожалуй, в то время я их и не знал. Книга с содержанием которой я менее всего был знаком, конечно, был Новый Завет. И пока я ушал голос своей совести, голос который изредка советовал мне избрать более благородный способ жизни. Тучи собирались и готовились разразиться надо мной историей ужасающей внезапностью, которая всегда поражает нас, не желающих примечать приближения и примет грозы. Итак, мы всегда удивлены смертью, несмотря на то, что это самый обыденный факт нашего существования. В половине сентября мои избранные гости, в числе коих было и наследник престола, посетили виллу Смир и погостили около недели. Само собой, разумеется, когда принц Валийский делает честь посетить простого смертного, он выбирает, если не всех, то большую часть гостей, которые приглашены одновременно с ним. В этот раз он сделал так же, и я был поставлен в неловкое положение видеть у себя людей, которых я характеризующие немало лиц аристократии, смотрели на меня лишь как на человека с миллионами, обязанного исполнять их прихоти. Они обращали внимание только на Сибилу, которая по праву рождения принадлежала к их касте. Меня же, несмотря на то, что я был хозяином, они вполне игнорировали. Однако честь принять из себя королевскую особу в то время удовлетворяла меня, и ради этого я был готов вытерпеть все дерзости и бестактности тех высокопоставленных лиц, которые свободно пользовались изысканностью и роскошью моего приема. Из всех посетителей вилла Смир единственной, которому было приятно услужить, был сам принц Валийский. И наряду с постоянными раздражениями, причиненными мне другими, я положительно отдыхал духом, когда старался угождать ему, так как он был всегда изысканно вежлив, как подобает каждому джентльмену. Свойственной моему простотой, принц отправился однажды в виллу Лилии и вернулся оттуда с самым веселым настроением духа, с одушевлением говоря, мисс Клер и об ее литературных успехах. Я хотел пригласить Майвис к нам во время пребывания принца, так как был убежден, что он не вычеркнет ее имени из представленной ему списка гостей, но писательница сама отказалась, прося меня не настаивать на этом. Я очень люблю принца, созналась она, почти все, которые с ним знакомы любят его, но я не люблю тех, которые его окружают, вы простите меня за откровенность, кому же я очень дорожу своей независимостью и не желала бы, чтобы могла подозревать меня в желании злоупотребить добродушием принца. Благодаря этому решению мисс Клер совсем не выходила из своих владений, пока у меня гостили высокие особы. Результатом этой скромности и было неожиданное посещение принца. Как мы не надеялись, что князь Римонес к этому времени удостоит нас своим присутствием, но он не приехал. Луси телеграфировал нам из Парижа, что задержан делами, а после телеграммы мы получили от него следующее характерное письмо. Дорогой темпест, вы очень добры, что хотите включить меня, вашего старого друга, в число гостей, приглашенных одновременно с наследным принцем. Но королевские особо мне надоели. Я знавал их в таком количестве, что начинаю находить их общество весьма однообразным. Их положения всегда одинаковы, всегда были одинаковыми со времен сильного и мудрого Соломона до наших благословенных дней, царствования Виктории королевы и императрицы. Перемена нужна человеку, по крайней мере, она нужна мне. Единственный монарх, который очаровал мое воображение, это Ричард Львиное Сердце. Было что-то выдающееся и оригинальное в этой личности. Невольно чувствуешь, что с ним стоило бы поговорить. Шарлеман тоже, пожалуй, не лишен некоторых качеств, но что касается остальных, все ваше время пойдет на увеселение гостей, задача трудная, так как кажется, нет того удовольствия, которого могу выдумать для вас ничего нового. Ее светлость герцогиня Р очень любит, чтобы четыре дюжих джентльмена, держа углевые крепкость скатерти, качали ее на ней раньше, чем ей идти спать. В положении сам герцогини мешает ей явиться на подмостках шатана, а вышеуказанный детский невинный способ позволяет ей показывать ноги, которые, по ее мнению, слишком красивы, чтобы их прятать. Люди Б, или которые я вижу в вашем списке, не прочь ей пошумерничать в картах. Советую тебе поощрить ее в этом, так как если ей удастся заплатить счет своей партнете тем, что она выиграет вилла с мире, она станет вашим другом и будет вам полезной в социальной точке зрения. Многоуважаемая мисс Ф, которая пользуется репутацией крайней нравственности, жажет, но неотложен, причинам выйти как можно скорее за лорда Энн. Если вы можете продвинуть дело настолько, чтобы помолвка официально состоялась до возвращения матери-барочни из Шотландии, то постарайтесь ей, сослужите с ней великую службу. И ждайте общество от лишнего скандала. Чтобы занять мужчин, я предлагаю охоту, игру в Бакара и бесконечное количество сигар. Принца вы можете не занимать, он достаточно умен, чтобы занять себя сам. Глянем на происходящее рядом с ним комедию. Он тонкий наблюдатель и должно быть черпает бесконечное удовольствие в изучении своих ближних. Изучил же он их достаточно, чтобы весьма удачно занять даже престол Англии. Я говорю даже, так как в данную минуту это самый великий престол мира. принц знает и понимает все, он встанье смеется над скатертными забавами горцогини Р и горной страстью Реди Б и нервным целомудрием мисс Ф, и ничто не может так понравиться ему, как отсутствие лжи, истинное гостеприимство и простота речи. Помните это и верьте в благонамеренность моего совета. Я глубоко уважаю принца Валийского и ради этого уважения не хочу навязывать ему своего присутствия. Я приеду в Вилос Мир, когда ваши царские приемы будут окончены. Месс Камель вашей прекрасной супруги леди Сибили. Ваш, насколько вы пожелаете, Лусио Риммонез. Прочитав это письмо, я засмеялся и показал его жене, которая однако не засмеялась. Сибиро прочитала его с таким вниманием, на лице ее выразилась досада. Как князь притирает всех нас, сказала она медленно. Какая скрытая насмешка в его словах, вы это заметили? Лусио всегда был циником, сказал я равнодошно, от него нельзя другого требовать. Он будто бы изучил всех женщин, которые приезжают к нам, продолжала Сибила задумчиво. Он считает их мысли и знает их намерения издалека. Ее брови сдвинулись и она погрузилась в раздумья. Я этому не придал особого значения, так как был сильно занят приготовлениями к приезду принца. И как я уже говорил раньше, принц приехал, прошел через всю программу, выдаванную для его развлечений, и уехал, вежливо поблагодарив нас за оказанный ему прием. Когда с его отъездом уехали остальные гости, и мы опять остались вдвоем с женой. Какая эта страшная тишина и опустошение почувствовалось в доме, как бешеные предвестники приближающейся беды. Сибила, кажется, ощущала то же, что и я, и хотя мы друг другу не поверяли своих тайн, я видел, что она находилась под таким же тяжелым необъяснимым гнетом, как и я. Она стала чаще отправляться в виллу Лилии и возвращалась с этих посещений, как мне казалось, в более мягком настроении. Ее голос звучал ласковее, ее глаза были нежнее и задумчивее. Однажды вечером она внезапно сказала, я начинаю думать, Джеффри, что в жизни есть что-то хорошее, если бы я только могла это понять. К сожалению, вы последний человек, могущий помочь мне в этом. Я сидел в кресле у открытого окна и курил. Услыхав его слова, я быстро обернулся и посмотрел на нее без чувства удивления «Что вы хотите сказать, Сибила?» спросил я. «Неужели вы не знаете, что я имею сильнейшее желание видеть вас только с высшей стороны? Многие из ваших идей всегда были мне противны». «Остановитесь», проговорила она быстро, ее глаза зловещи засверкали. «Мои идеи были вам противны, говорите вы? Но что вы сделали, вы, вы, мой муж, чтобы изменить их? Разве у вас не те же низкие страсти, как у меня? И разве вы не удовлетворяете их? Что я в вас вижу? С чего я могла бы взять пример? Вы здесь хозяин, и вы высказываете свою власть со всей наглостью, которую только может вам внушить ваше богатство. Вы идите, пьете, спите. Вы приглашаете ваших знакомых, только чтобы удивить их той роскошью, в которой вы живете. Читаете, курите, стреляете, едете верхом, вот и все. Вы самый заурядный человек, у вас нет ничего исключительного. Разве вы даете себе труд узнать, что во мне творится? Стараетесь ли вы силой и терпением искренней любви поставить передо мной более благородные цели, чем те, которые сознательно или бессознательно я всосала в себя с самого детства? стараетесь ли вы предвинуть меня страстную ошибающуюся женщину к тому свету, о котором я мечтаю, к свету веры и надежды, в котором я могла бы найти покой? И внезапно, спрятав голову в подушке кушетки, на которой она сидела, она разразилась потоком неудержимых слез. Я вынул сигару изо рта и без помощи посмотрел на нее. Это был послеобеденный час, и вечер стоял мягкий и тихий. Я съел много, выпил немало и чувствовал себя вялым, почти сонным. Что с вами, Сибила, пробормотал я? У вас должна быть истерика. Она вскочила из кушетки, слезы ее остановились, как будто ярко вспыхнувшая краска в ее щеках сожгла их и дико засмеялась. Конечно, воскликнула она, у меня истерика, ничто другое. Это объясняет все, что может произойти с женщиной. Женщина имеет право волноваться и все излишивается нюхательной солью. У нее горе, пустяки, разрешивши шнуровку ее корсета. Отчаяние чувства греховности угнетают ее. Тоже пустяки, смочите виски туалетным уксусом. Женщина игрушка, игрушка, которая может, однако, сломаться, но когда она ломается, отбросьте ее, киньте в сторону. Не стоит склеивать столь хрупкую безделицу. Она остановилась, внезапно задыхаясь, и раньше, чем я мог собрать мысли и найти слово, чтобы ответить ее, высокая тень появилась в отверстии окна, и послышался знакомый голос. Можно мне воспользоваться правами дружбы и войти без заклада? Я быстро вскочил. Луся, воскликну я, хватая его за руку. Нет, Джеффри, сказал Риммонез отстраняя меня и подходя к Сибири, которая стояла неподвижно около кушетки. Леди Сибири, принимаете ли вы меня? Как вы можете это спрашивать, ответила она с очаровательной улыбкой. В ее голосе не было и оттенка прежней резкости и возбуждения. Вы зато ле бьявиню. И она протянула ему обе руки. Вы всегда желанны, которую он почтительно поцеловал. Вы не можете себе представить, как я по вас соскучилась. Прошу прощения, Джеффри, за мое внезапное появление обернулся ко мне Лусио. Но отправившись пешком со станции и идя по вашей великолепной аллее, я был так поражен красотой и мирной тишиной этой местности, что решил пройти через сад в надежде где-нибудь встретить вас. И я был вознагражден. И я застал вас наедине наслаждающихся обществом один и другого, как самые счастливые щита в мире. И если бы я завидывал когда-нибудь земному счастью, то, конечно, завидовал бы вам. Я быстро посмотрел на князя. Он встретил мой взгляд спокойно и непринужденно. Я пришел к заключению, что он не слыхал истеричные вспышки моей жены. «Вы обедали?» спросил я, подходя к звонку. «Благодарю вас. Да, ваш городок угостил меня ужином состоящим из хлеба сыра и пива. Изысканные кушанья мне надоели, поэтому все простое кажется мне вкусным. Вы поглядите очень хорошо, Джеффри. Обижу ли я вас, если скажу, что вы потолстели и теперь похожи на настоящего помещика, намеревающегося страдать под агры по примеру своих предков?» Я улыбнулся, но без особенного удовольствия. «И никогда не бывает приятно слышать, что вы потолстели в присутствии красивой женщине, на которой вы женаты каких-нибудь три месяца». «Вы веса не прибавили», ответил я. «Нет», согласился князь, усаживаясь в кресло. «Излишняя толщина мне кажется прямо бедствием. Я бы хотел, как говорил многоуважаемый сей дней Смит, в жаркие дни сидеть при одних костях или скорее сделать себе стелесным духом, как Ариэл Шекспира. Если бы это было возможно и позволено, «Но как вы похорошели от супружеской жизни, леди Сибила?» Его глаза остановились на ней с восхищением. Она подкраснела и слегка сконфузилась. «Когда вы приехали в Англию?» спросила она. «Вчера я прибыл на собственной яхте. Вы не знаете, что у меня яхта непременно, надо покатать вас на ней?» У нее быстрый ход и погода стояла благоприятная. «А Ариэл с вами?» спросил я. «Нет, я оставил его на яхте. Я могу обойтись без него на один или два дня». «Как один или два дня?» повторила Сибила. «Но вы не можете нас так скоро покинуть, вы обещали пожить у нас долго». «Да». И князь посмотрел на нее все с тем же выражением восхищения в глазах. «Но, дорогая леди Сибила, времена меняются и я не уверен, что вы и ваш милый муж держитесь тех же желаний, как до вашего свадебного путешествия. Теперь вы, пожалуй, во мне не нуждаетесь». И он вопросительно посмотрел на нас. «Не нуждаемся!» воскликнул я. «Я всегда буду нуждаться в вас, Лусио. Вы лучший друг, которого я когда-либо имел и единственный, которым я дорожу. Верьте мне, вот вам моя рука». Лусио посмотрел на меня, как бы желая прочитать мои мысли. Потом обернулся к моей жене. «И что говорит леди Сибила?» спросил он мягким, почти ласковым голосом. «Леди Сибила говорит», сказала она с улыбкой, и легкий румянец заиграл на ящиках, «что будет гордо и счастливо, если вы останетесь в вилле с мирой как можно дольше». Она тоже надеется. «Что несмотря на вашу репутацию ненавистника женщин», то Сибила подняла свои чудные глаза и прямо посмотрела на Лусио, «вы смилуетесь по отношению вашей хозяйки». С этими словами и игривым кивком головы она вышла в сад и остановилась в некотором отдалении от нас. Ее белые одежды заискрились в темном освещении осеннего заката. Лусио, скачив со своего места, посмотрел ей вслед и дружески хлопнул меня по плечу. «Отчаровательная женщина», произнес он как-то особенно мягко, «и я буду невеже, если не приму ее приглашание, мой милый Джеффри. Я вел безобразную чертовскую жизнь все это последнее время. Пора мне угомониться, честное слово, пора. Мирное созерцание нравственного брака принесет мне пользу. Пошлите за моим багажом Джеффри и радуйтесь, я приехал и останусь долго». Последовало мирное время, время тихое, которое всегда предшествует грозе, а в человеческой жизни несчастью. Но я этого не знал. Я отстранил все скучные и беспокоящие меня мысли и забыл все, кроме личного удовлетворения от возобновленных отношений с моим другом Лусио. Мы гуляли вместе, ездили верхом, проводили большую часть дня один с другим. Но несмотря на то, что я подсвечал своего друга во все, что интересовало меня, я не говорил ему о недостатках, которые я нашел в характере Сибилы. Не из чувства деликатности к своей жене, а просто потому, что знал, что Лусио ответит. Его любовь к нас нежкам победит его дружбу. И он обратился ко мне с вопросом, как, будучи самым несовершенным, я смею требовать совершенства от своей жены. Но как большинство людей я находил, что в качестве мужчины могу делать все, что мне угодно. Могу дойти до уровня животного, если желаю. Но все-таки надо иметь право требовать от жены незапятнанной чистоты. Однако я предугадывал, как Лусио отнесется к этому выражению грубого эгоизма и с каким веселым смехом он встретит мои теории насчет нравственности женщин. Поэтому я и не позволил себе ни малейшего намека насчет моих отношений с женою. И в его присутствие обращался с ней с изысканной любовью и уважением, несмотря на то, что Сибила кажется негодовала на меня за эти публичные излияния. В обществе Луси она была весьма странна, то весело да безумие, то грустно, то разговорчиво, то молчаливо, а однако никогда она не была более очаровательной. Но как я был глуп и слеп все это время, как непонятлив. Поглощенный грубыми животными наслаждениями, я не признавал тех скрытых сил, которые направляют частную жизнь, как и жизнь народов. Я смотрел на каждый разобновляющийся день почти так, как будто сам сотворил его, и считал, что могу провести, как нахожу нужным, не принимая во внимание, что дни лишь белые листки в божественной хронике, на которых мы ставим свои хорошие или дурные отметки для справедливого отчета наших действий в день страшного суда. Если бы кто-нибудь изоикнулся мне об этой истине в то время, я послал бы его к черту, но теперь, когда я вспоминаю эти каждодневные белые листки, на которых я небрежно писал исключительно свое эго, я дрожу и молюсь, сознавая, что мне придется ответить за этот недостойный дневник. Октябрь незаметно дошел до конца, и деревья облеклись в свои осенние одежды, ярко-пунцовые и золотые. Погода продолжала стоять ясной и теплой, и лето святых, как называют это время в Канаде. Дало нам светлые дни и лунные ночи. Воздух был еще так мягок, что мы продолжали пить послеобеденные кофе на террасе, и в один из таких чудных вечеров я был невольным зрителем очень интересной сцены между Лусей и мисс Клер. Мави собеда ловилась в мире, она редко делала нам эту честь. Кроме нее было еще несколько гостей. Мы пили кофе дольше обыкновенного, благодаря умному веселому разговору мисс Клер, который все слушали с необыкновенным вниманием. Но когда полная золотая луна показалась во всей своей зрелой прелести над верхушками деревьев, моя жена предложила прогулку в парк. Все радостно согласились, и мы вышли вместе, потом разделились группами и по нему побрели разные стороны. Я ощутился один и повернул к дому, чтобы взять портфигар, оставленный мной на столе в библиотеке. Потом вышел из другой двери, прошел через лужайку и направился к реке, расстилавшись вдали, как серебряная нитка. Я почти дошел до ее берега, когда внезапно услыхало двух голосов. Один мужской, тихий и убедительный, другой женский, ластовый, почти сердечный, почти дрожащий. Я не мог ошибиться и узнал сразу чудный тембр Лусева и мягкий выговор мисс Клер. Я так был удивлен, что невольно остановился. Неужели Лусева влюбился? Подумал я и улыбнулся. Неужели этот ненавистник женщин пойман наконец и укращен? И кем? Маленькая Мавис, которая не была красива с обычной точки зрения, но, пожалуй, обладала чем-то другим, чем могла привлечь горделивую и беспокойную душу? Тут я невольно почувствовал что-то вроде ревности. Из всех женщин мира Лусева выбрал именно Мавис? Неужели он не мог оставить его в покое с ее иллюзиями, книгами и цветами? Оставить ее невредимой под мудрым безучастным взором мраморной минервы, кое холодное чело никогда не возгоралось в приливом страсти? Что-то более сильное, чем любопытство, заставило меня прислушаться к разговору, и я бережно подошел ближе и стал под тень небольшого дерева, откуда я мог остаться незамеченным и все видеть. Да, это был Римонез. Он стоял неподвижно с крещенными руками на груди, и его темные грустные глаза были устремлены на Мавис, находящийся в нескольких шагах и смотревши на него с выражением ни то страха, ни то очарования. Я просил вас, Мавис склер, медленно проговорил Луся, позвольте мне услужить вам. Вы обладаете гением, качеством, которое редко встречается между женщинами. Я хотел бы улучшить вашу судьбу. Вы не богаты, но я указал бы вам путь к богатству. Вы знамениты, я это признаю, но у вас много врагов и ненавистников, которые стараются свернуть вас с вашего пьедестала. Я мог бы привести всех этих людей к вашим ногам и сделать их вашими рабами, с вашим умом, темпераментом и чудной внешностью. Вы могли бы иметь столь широкое влияние даже вне вашей Родины, что все бы завидовали вам, если бы вы только позволили мне действовать за вас. Я не хвастун. Я могу исполнить больше того, что обещаю, и ничего не прошу, только чтобы вы следовали моим советам беспрекословно. А мои советы нетрудно исполнить. Большинство людей находит их легкими. Выражение его лица, пока он говорил, было чрезвычайно странное. Оно было столь болезненно, несчастно, столь стревоженно, что можно было подумать, что предложение, которое он делает, ненавистно ему самому. А он лишь благородно предлагал писателям забыть для нее славу и богатство. Я ждал с нетерпением ответа Мавис. Вы очень добра, князь, сказала она после краткого молчания. Вы очень добро интересуясь моей участью. Я не понимаю, отчего вы это делаете. Для вас все так незначительно. Я конечно слышал от мистера Тентеста о вашем несметном богатстве и безграничном влиянии. Я убежден, что ваши намерения благие, но до сих пор я не одолжалась ни у кого. Никто никогда мне не помогал. Я помогала сама себе и предпочитаю продолжать так же. Уверяю вас, я ничего не желаю, кроме конечно спокойной смерти, когда настанет время умирать. Правда я не богата, но я богатства не ищу. Быть окруженной льстицами и нахлебниками, быть любимой за то, что у меня в кармане, а не за то, что у меня в душе, было бы для меня глубоким несчастьем. Я никогда не гналась за силы, разве только за силы заслужить любовь. Уверяю вас, что любовь у меня есть, многие любят мои книги и через них меня. Я чувствую эту любовь, хотя лично с этими людьми незнакомо, однако я так проникнуто их симпатией, что невольно плачу им тем же. Их сердца отвечают моему сердцу, и большего я не желаю. Вы забываете ваших бесчисленных врагов, сказал Лусе, угрюмо глядя на нее. Нет, я их не забываю, но я им прощаю, они повредить мне не могут. Пока я сама не унизилась, никто меня не унизит. Моя жизнь раскрыта, и все могут видеть, как я живу и что делаю. Я стараюсь действовать хорошо, некоторые люди, пожалуй, находят, что я действую плохо, мне это очень жаль. Если вы занимаете какое-нибудь видное положение, люди без врагов никогда ничего из себя не представляют. Все, которым удается достать хоть маленькое независимое положение, должны ожидать злобную ненависть тех, которые ничего не достигли. Этих последних я жалею от души, и когда они пишут или говорят жестоко обо мне, я знаю, что только сплин и разочарование диктуют им злобу. Они повредить мне не могут, повторяю, я одна могу себе повредить. Деревья тихо даже шелестели, сухой сучок затрещал, и Луся придемился ближе к мисс Клер. Легкая улыбка играла на его лице, улыбка мягкая, придающая сверхъестественный блеск его красивым смуглым чертам. Милый философ, сказал он, вы судите людей почти так же бесстрастно, как Марк Аврелий. Но вы все-таки женщина, и одного не хватает в вашей жизни величественного спокойного довольства, а одного, перед чем философия исчезает и мудрость испаряется. Любви, мависклер, любви любовника, преданной и страстной, этой любви вам еще не удалось возбудить. Ни одно сердце не бьется на вашем сердце, и нежные руки не обнимают вас, вы одни. Мужчины большей частью боятся вас, так как они сами животные, они предпочитают, чтобы их подруги были бы животными, и они завидуют вам, вашему проницательному уму, вашей спокойной независимости. Однако, что лучше, обожание животного человека, или уединение на холодной вершине с звездами в качестве единственных друзей? Подумайте об этом. Годы пройдут, и вы состаритесь, с годами ваше одиночество будет еще чувствительнее. Не удивляйтесь моим словам, но верьте мне, когда я говорю, что могу вам дать любовь, не свою любовь, так как я никого не люблю, но я могу привести к вашим ногам самых гордых людей мира, и они унижены будут просить вашей руки. Я предоставлю вам право выбора, и тот, которого вы полюбите, будет вашим мужем. Но что с вами, отчего вы от меня отшатнулись? Мавис Клер действительно отшатнулась и смотрела на Лусио с ужасом. Вы пугаете меня, пробормотала она, и при лунном свете я заметил, что она страшно победила. Такие обещания невероятны и невозможны. Вы говорите как будто вы несмертный человек. Я не понимаю вас, князь Реманес. Я никогда никого похожего на вас не встречала, и что-то во мне протестует против вас. Кто вы? И отчего вы говорите так странно? Простите меня, если я окажусь вам неблагодарной, но пойдемте домой. Я уверен, что очень поздно, и мне холодно. Она задрожала и схватилась за низкую ветку дерево, чтобы устоять на ногах. Реманес остался неподвижным и глядел на нее в упор. Вы говорите, что моя жизнь одинока, продолжала нехотя мисс Клерс какой-то тихой грустью в голосе, и вы предложаете любовь и брак как единственное условие счастья для женщины. Вы может быть правы. Я не смею утверждать, что вы не правы. В числе моих знакомых друзей много замужних женщин, но я не поменялась бы ни с одной из них. Я мечтала о любви, но потому что мои мечты не осуществились и причина унывать. Если Бог желает оставить меня одной, я роптать не буду, и мое уединение далеко не одиночество. Работа хороший товарищ, к тому же у меня книги, цветы, птицы, я никогда не бываю нибудь исполню свой сон и любви, если не в этой жизни, то в будущей я могу подождать. И проговорив последние слова, Мавис подняла глаза к небесам, и несколько звезд тихо блестели, на ее лице было выражение ангельской кротости и спокойствия, и Риманес придлился к ней с восторженным блеском в глазах. Да, вы можете подождать, Мавис Клер, сказал он звучным голосом, в котором не послышалось больше ни малейшего оттенка грусти, вы можете подождать, но скажите мне одно, подумайте минуту, помните ли вы меня, можете ли вы вернуться к далекому прошлому и увидеть в нем мое лицо, не здесь, а в другом мире, подумайте, видели ли вы меня когда-то давно, в сфере красоты и света, когда вы были ангелом, Мавис, а я не тем, чем я теперь, как вы дрожите, но не бойтесь, я не повредил бы вам ни за тысячи миров, вам кажется, что я безумел, я это знаю, но я думаю о прошлом, безвозвратном прошлом, и я наполню сожалениями, которые жгут мою душу сильнее огня, и так неземное богатство, неземная власть, неземная любовь, не могут простить вас, Мавис, а вы женщина, в таком случае вы чудо, вы такое же чудо, капля нескверненной росы, которая своей окружности отражает лазуревое небо, а потом впитывается в землю, принося влагу и жизнь тому месту, где она исчезает, я ничего не хочу сделать для вас, вы ничего не хотите, и мои услуги отвергаете, но так как я не могу помочь вам, вы должны помочь мне, инезапно упав на колени Лусия, благоговейно взял руку Мавис и поцеловал ее, я прошу немного, только чтобы вы помолились за меня, я знаю, что вообще вы молитесь, так что для вас это не будет затруднением, вы верите, что Бог внимает вам, и глядя на вас, я тоже этому верю, только чистая женщина может внушить веру мужчине, помолитесь за меня, как за существо упавшее, которое стремится к благу, но достичь его не может, которое живет под гнетом наказания и хотело бы проникнуть в рай, но благодаря проклятой воле человека присуждено к аду, помолитесь за меня, Мавис Клер, обещайте мне, что вы помолитесь, этим вы поднимите меня на одну ступень ближе к славе, которую я утерял. Я слушал в изумлении, неужели это говорил Лусио, этот беспечный, циничный, презрительный человек, которого я знал, как мне казалось хорошо, неужели это он стоял на коленях, как раскаившийся грешник, склонив горделивую голову перед женщиной, и я видел, как Мавис высвободила свою руку, продолжая глядеть на Лусе с удивлением и страхом. После некоторого молчания она заговорила слегка дрожащим, но удивительно мягким голосом. «Так как вы, видимо, этого желаете, я даю вам обещание», сказала она, «я буду молиться, чтобы странное гнетущее вас горе, поглощающее вашу жизнь, было бы устранено». «Горе», повторил князь и резким движением вскошил на ноги «женщина, гений, ангел, что бы вы ни были, не говорите мне об одном горе, у меня тысячи и тысячи горей, миллионы миллионов, которые окружают своими пламенами и вкоренились в него так же глубоко как центр вселенной». Грязные, омерзительные преступления мужчин, низкая ложь и жестокость женщин, бесконечные, убийственные неблагодарные детей, презрение к добру, уничтожение разума, элгоизм, скупость, сластолюбие человеческой жизни, богохульство и грехи творения по отношению своего Творца, «Вот мои вечные печали, вот что держит меня в оковах, когда я жажду свободы, все это создало для меня ад, в котором я мучаюсь бесконечно, все это связывает, уничтожает и искажает меня, делает из меня то, чего я слух выговорить не могу, однако призываю бессмертного Бога свидетелей, я не думаю, что я хуже худшего человека, я искушаю, но я не преследую, я действительно направляю много жизней, но мой путь так ясен, что те, которые следуют за мною, делают это по собственному разумению и доброй воле». Луся присыновился, потом более мягким голосом продолжал, «Вы, кажется, боитесь меня, но будьте уверены, что никогда у вас не было менее причин для страха, вы чисты и правдивы, я преклоняюсь перед обоими качествами, вы не желаете ни моей помощи, ни моих советов, и мы сегодня расстанемся с вами навсегда, никогда более, во всемирные дни вашей прекрасной довольной жизни я не встречусь с вами и не нарушу вашего покоя, клянусь в этом перед небом». «Но почему?» ласково спросила Мавис и, подойдя к нему, тронула его руку, «Отчего вы говорите с таким безжалостным самобичеванием? Какая темная туча заслонила ваш ум? Ведь в душе вы благородны, боюсь, что я осудила вас напрасно. Вы должны мне простить. Я вам не доверяла». «И хорошо сделали, что не доверяли», ответил Луси и схватил ее за обе руки, повернул лицом к себе и посмотрел на нее блестящими, как алмазы, глазами. «Ваш инстинкт направил вас верно». «Ах, как бы было побольше людей, как вы, не доверявших мне и отталкивающих меня». «Еще одно слово, если когда меня не будет, вы нечаянно вспомните обо мне, подумайте, что я достоин большей жалости, чем голодающий бедняга, ползущий по панели, так как у него, пожалуй, есть надежда, а у меня ее нет». «А когда вы будете за меня молиться, я требую с вас исполнения этого обещания, то молите из-за того, кто не смеет сам за себя молиться». «Вы знаете слова?» «Да не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». «Сегодня вечером вы были введены в искушение, хотя вы этого не знали. Ваша чистая душа избавила вас от лукавого». «Ну а теперь прощайте. В жизни я вас больше не увижу и в смерти тоже нет. Хотя я посещал много смертных одров по приглашению умирающих, однако на вашем я присутствовать не буду. Может быть, когда ваша душа будет на границе разделяющей свет от мрака, вы узнаете, кто я. И вы поблагодарите Бога за то, что мы расстались сегодня, как «Мы расстаемся навсегда». Он выпустил ее руки, и она отшатнулась, бледная, испуганная. В темной красоте его лица было что-то сверх естественное и страшное. Глубокое тень омрачало его лоб, его глаза облистали как живой огонь, и на губах блуждала улыбка полунежная, полужестокая. Странные выражения у лица внушило чувство страха даже мне, и я задрожал от холода, хотя воздух был тихий и теплый. Медленно и бесшумно Мавис удалилась, оглядываясь с какой-то тревогой в грустных глазах. Потом ее тонкий облик в белом одеянии исчез между деревьями. Я подождал, не зная, что делать. Потом решил вернуться к дому, если возможно, незамеченным, и я делал шаг вперед. Внезапно голос луся раздался почти рядом со мною. Ну что же, вы все послушали? А чего же вы не вышли из-за тени этого дерева? Вы видели бы разыгравшуюся комедию более ясно? Удивленный, сконфуженный, я выступил слегка вперед и пробормотал что-то вроде извинения. Вы только что были свидетелем положительно художественной игры, продолжал князь, зажигая сигару и холодно глядя на меня. Вы знаете мою теорию, что мужчины и женщины покупаем из-за известного количества золота? Я хотел испытать мисс Клер. Она отвергла все мои выгодные предложения, как вы слышали, и я мог оттретироваться, только упросив ее помолиться за меня. Что я это сделал в высшей степени художественно и драматично, надеюсь, вы не станете отвергать. Женщины с таким мечтательным идеалистическим темпераментом всегда любят думать, что существуют мужчины, нуждающиеся в их молитвах. Но вы казались очень заинтересованным, прервал я Лусио, досадуя, что меня поймали на месте преступления. Ну конечно, ответил он, дружески беремене под руку. У меня были зрители, два строгих критика драматического искусства слушали меня. Я обязан был вкусить в ход все свое умение. Два критика, повторил я в удивлении. С одной стороны, вы, с другой леди Сибилла. Леди Сибилла, как все модные красавицы, ушла до апофеоза, чтобы не опоздать к ужину. И князь весело, почти дико рассмеялся. Я же чувствовал себя в высшей степени неловко. Вы верно ошибаетесь, Лусио, сказал я. Признаюсь, я подслушивал вас, виноват, кругом. Но моя жена никогда бы не унизилась для того, чтобы... В таком случае это была лесная сельхида с длинным шелковым треном и бриллиантами в волосах. Пустяки, Джеффри, стоит ли огорчаться? Я покончил с Мавис склер и она со мной. В любви я ей не объяснялся, а просто хотел позабавиться и испытать ее характер. Он сильнее, чем я предполагал. Сражение кончено. Она никогда не пойдет моей дорогой. Боюсь, что я никогда не последую ее примеру. Честное слово, Лусио, сказал я в раздражении, ваше расположение духа с каждым днем делается страннее и непонятнее. Не правда ли согласился князь? Как мы удивляясь самому себе. Вообще я любопытное животное. У меня богатство и я его не ценю. Власть и я ненавижу ее ответственность. Один слов моя судьба меня не удовлетворяет. Но взгляните на огоньки вашего дома, Джеффри. Мы только что вышли на лужайку перед домом и здесь ясно виднелись электрические лампочки освещающие гостиную. Леди Сибилла там очаровательная женщина живет только чтобы принять вас в свои объятия. Счастливый человек кто вам не позавидует. Любовь кто хочет кто может жить без меня кроме меня. Кто в Европе в Японии этот обычай не существует отказался бы от прелести поцелуи всех других доказательств истинной любви. И любовь никогда не надоедает и пресыщения нет. Как я желал бы когда нибудь полюбить. Зачем же дело стало спросил я сделанным смехом. Я любить не могу и не способен на это. Вы слышали что я говорил Мавис Клер? Я могу заставить других влюбиться. Но для меня земная любовь слишком низко слишком кратко. Вчера ночью во сне у меня иногда пристранные сны я увидал женщину которую я мог бы полюбить. Но это был дух с глазами лучезарными как утро и телом прозрачным как огонь. Она пела упоительно и сладко. Я внимал ее песни и следил за ее полетом к облакам. Ее песня была странная и она сама была странная. Этот женский предрак казалось не замечал расстояние между Богом и миром. Она очевидно не сознавала преград созданных человечеством чтобы отстранить себя от Творца. Желал бы я знать из какой непросвещенной среды она явилась. Я посмотрел на Лусева почти с недоверием. Вы говорите так дико о таких сказочных несуществующих вещах. Вы правы улыбнулся он. Все что существенно касается денег нашего аппетита. Шири этого ничего не может. Но вы говорили о любви. Мне кажется что любовь должна быть вечна как ненависть. Вот вам в двух словах сущность моего религиозного верования. Над вселенной правят две духовные силы любовь и ненависть. Вечная борьба между ними и делай жизнь беспорядочной. Только в день страшного суда будет известно которое из них одержит победу. Я сам на стороне ненависти. До сих пор ненависть одерживала все победы о которых стоит говорить. А любовь так часто была измучена что только один ее призрак остался на земле. В эту минуту моя жена показалась в одном из окон гостиной. Луся бросил свою недоконченную сигару. Ангел хранитель манит нас сказал он глядя на меня с выражением не то жалости не то презрения. Вернем кись домой. Как раз через одну ночь после странного свидания Луся с Мави Склер громовой удар предназначенный для разрушения и уничтожения всей моей жизни упал с устрашающей внезапности и без всякого предостережения. Несчастье грянуло в минуту когда я воображал что вполне счастлив. Весь тот день последний день моей гордости и самодовольства я наслаждался жизнью насколько было возможно. Сибила внезапно превратилась в мягкую ласковую женщину какой я ее еще никогда не видел. Очарование ее красоты и обхождения было направлено на меня как будто мы еще не были женаты. И все это было сделано чтобы очаровать и победить Лусио об этом я конечно никогда не подумал не воображал что это возможно. Я лишь видел в своей жене очаровательницу обладающую сладострастной изысканной прелестью женщину которая льнули даже ее одежды как бы гордясь тем что обликает стреллящное тело. Существо коего каждый взгляд был чарующий каждая улыбка восхитительна. Коего голос мягкий и ласковый казалось обещал мне глубокую бесконечную любовь о которой до тех пор я и не мечтал. Часы летели на золотых крыльях Сибил Лусио и я мы достигли как мне казалось совершенного единства дружбы и взаимного понимания. Этот последний день мы провели в лесу под роскошным кром осенних листьев через который солнце проникало розовато золотистыми лучами. Лусио пел такие чудные романсы что оказалось листья дрожали внимаясь столь восхитительному пению. Ни одна облачка не затмила абсолютного совершенства и спокойствия этого дня. Мавис Клер с нами не было и я был рад этому. Последнее время я чувствовал что ее присутствие было нечто вроде фальшивой ноты нарушающей нашу гармонию. Нашу гармонию. Я любовался ее даже любил ее с высока по-братски но сознавал что ее образ действий не был похож на наш. Что ее мысли были далеки от наших мыслей. В этом конечно я винил ее находя что она страдает литературным эгоизмом. Я никогда не задумывался над собственным эгоизмом и гордостью вытекающим из моего положения богатства. Перебирая это дело в уме я решил что Мавис весьма милая женщина богато одаренная литературными способностями но так поразительным горда что ей просто невозможно вращаться в высшем обществе где требовалась некоторая доля преклонения которую между прочим требовал и я. Беспредельно уважая собственное богатство я никак не мог понять что человек который как Мавис добывает себе независимость только собственным умственным трудом имеет несомненно более права гордиться чем тот который получил свои миллионы по случайному наследству к тому же литературное положение Мавис все-таки внушило мне немалую долю зависти когда я думал о собственной неудаче на том же поприще благодаря всем этим причинам я был рад что в этот день ее не было с нами в лесу конечно если бы я обращал внимание на мелочи жизни которые в большинстве случаев так важны я вспомнил бы что при последнем свидании Лусио сказал мисс Клер что больше в этом мире не встретиться с нею однако я считал это словами сказанными для эффекта и не придавал им никакого глубокого значения и так в блаженном спокойствии прошли последние 24 часа моего безмятежного счастья я ощущал глубокое наслаждение в самом существовании и начал верить что и будущее готовит мне еще неизведанное хранилище блаженства мягкое ласковое настроение Сибилы наряду с ее чрезвычайной красотой предвещало конец нашим супружеским недоразумениям ее характер ожесточенный и развращенный воспитанием и самим смягчится со временем и сделается женственным и прекрасным так размышлял я сидя под тени деревьев рядом с красавицей женою и слушая богатый голос моего друга Лусева распевающего звучные страстные песни и солнце село и ночь окутала природу своей густой пеленой на несколько часов а меня навсегда мы обедали в тот день поздно и утомленные долгим пребыванием на воздухе разошлись сравнительно рано в последнее время я спал очень крепко прошло несколько часов я внезапно проснулся как от прикосновения невидимой руки я стремительно поднялся с подушек лампадка бледно теплилась в углу и в этом слабом свете я увидел что Сибилла уже не лежала рядом со мной мое сердце как-то вздрогнуло потом почти остановилось при чувстве какой-то неожиданной беды охладила мне кровь я отодвинул шелковую драпировку постели я смотрел комнату она была пуста потом быстро вскочил одесса и пошел в двери которая оказалась закрытой но не на замок как когда я ложился спать я открыл ее без шума и выглянул в коридор но и тут никого не было в нескольких шагах от дверей спальни спускалась дубовая лестница ведущая в залу которая в былые времена служила галереей для картин и музыкальной комнатой старинный орган еще вполне исправно и занимал одну сторону этой комнаты его тусклые золотые трубы поднимались почти до потолка другой конец был освещен большим овальным окном какие встречаются в церквах старинных старинными цветными стеклами на которых были разрисованы жития святых осторожно подойдя к краю площадки с которой видна была галерея и опираясь на перила я посмотрел вниз и в первую минуту ничего не увидал кроме вычурного рисунка паркета освещенного луной потом внезапно пока я еще размышлял куда Сибила могла деться в эту ночную пору темная высокая тень упала на светлый пол и послышался глухой шепот мое сердце усиленно забилось и я почувствовал что задыхаюсь странные мысли подозрений в которых я признаться не хотел охватили меня и я начал тихо и бережно спускаться по винтовой лестнице когда моя нога дотронулась до последней ступени я уявлял картину от вида которой чуть не лишился чувств я невольно отшатнулся и прикусил губы чтобы воздержаться от крика передо мной в полном лунном свете который проникая через радужные одежды святых бросал кругом красные и синие пятна стояла на коленях моя жена на ней было что-то прозрачное белое едва скрывающее наготу ее тело роскошные ее волосы в беспорядке спадали почти до пола ее руки были сложной смольбой и бледный лицо приподнято перед ней горделиво стоял Лусио я смотрел на обоих сухими лихорадочными глазами что это означало неужели она моя жена вероломна и он мой друг изменник подожди подожди бормотал я себе это верно опять комедия как та которая разыгралась с мамой склер надо посмотреть и выслушать что будет и придвинувшись к стене я облокотился на нее едва переводя дыхание и с жадностью ждал ее голоса и его голоса когда они заговорят я узнаю я сразу узнаю все я устремил на них свой взгляд и даже в эту минуту агонии не мог не удивиться страшному свету на лице Лусио свету которого нельзя было предписать отражение луны так как князь стоял спиной к окну что за причуду владела им в эту минуту отчего даже моему одурманином взору он казался более чем человеком его бесспорная красота почему-то отталкивала весь его облик дышал чем-то демоническим но тише тише она моя жена заговорила я слышал каждое ее слово слышал все и вытерпел все и не упал в объятия смерти от бесконечного позора и отчаяния я люблю вас молила она Лусио я люблю вас эта любовь убивает меня будьте милосердны жальтесь на моей страсти полюбите меня один час один краткий час вы видите я прошу так мало а потом делайте со мной что хотите пытайте меня позорьте меня публично прокляните меня перед небесами мне все равно я ваша душу и телом я вас люблю ее голос звучал безумно страстно я слушал в ярости но молчание не прерывал так как каждый мой нерв был напряжен в ожидании ответа Лусио но вот он засмеялся тихо и насмешливо вы мстите мне ответил он я сожалею что не могу ответить вам тем же мое сердце радостно забилось я почувствовал внезапное облегчение мне захотелось спорить презрительному смеху Луся Сибиро пододвинулась ближе к нему Луся Луся прошептала она неужели у нас нет сердца как вы можете отвергать меня когда я предлагаю вам самую себя всю как я есть неужели я вам противно сотни мужчин отдали бы свою жизнь чтобы услышать слова которые я говорю вам но для меня никто кроме вас не существует вы один мой кумир дыхания моей жизни ах Луся неужели вы не верите неужели вы не понимаете как глубоко как бесконечно я вас люблю Риманес повернулся к ней так резко что даже испугал ее тень презрения еще глубже легла на его красивом лице я знаю что вы любите меня ответил он и холодная улыбка как молния засверкала в его глазах я знал это всегда ваша презренная душа кинулась ко мне с первого взгляда который я бросил на нее вы были лживые развращенные с самого начала и во мне вы признали своего властелина до своего до своего властелина повторил он так как сибила скрипну как ужаленная склонившись он резко схватил ее обе руки вы того кто не боится высказать ее вы любите меня ваша душа и ваше тело принадлежит мне если я захочу их взять вы вышли замуж сложи на устах вы перед богом плюлись быть верной вашему мужу а в мыслях вы уже изменяли ему по собственному желанию вы превратили высокое таинство в богохульство и проклятие не удивляйтесь в таком случае что вы прокляты я это знал поцелуй который я вам дал после свадебного обряда возбудил воспламенив вашу кровь и приковал вас ко мне вы бы сбежали от мужа в первую ночь если бы я только этого потребовал и любил вас как вы меня любите конечно если можно дать священное имя любви той жажде страсти и разврата которая горит в ваших жилах а теперь я отвечу на ваше признание и держа ее за обе руки князь посмотрел на нее с таким гневом в темном взоре что внезапный мрак казалось упал на них я он не 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 а я не не я не я ненавижу Лусио резко остановился и хотел оттолкнуть ненавистную ему женщину, но Сибила впилась в его руку, впилась с таким же упорством, как некогда проявляла ненавистными насекомыми, найденные князем в гробнице египетской принцессы. А я, неподвижно стоя на том же месте, почувствовал глубокое уважение к Лусио за его откровенность, за храбрость, которую он сказал этой развратной женщине, как на нее может смотреть честный мужчина. Мой друг, мой милый друг был правдив и верен. Он не имел ни малейшего намерения, ни малейшего желания изменить вне и обесчестить меня. Мое сердце напомнилось благодарностью к нему и еще каким-то чувством безграничной жалости к себе. Я был готов зарыдать от нервного возбуждения и боли, но сдержал себя, чтобы узнать, чем все это кончится. Я следил за женой с изумлением. Куда девалась ее гордость? Как она могла стоять на коленях перед человеком, уязвившим ее столь нестерпимыми и оскорбительными словами? — Луся, Луся! — шептала она. Ее шепот раздался по галереи, как шипение змеи. — Луся! Говорите, что хотите, осуждайте меня, вы будете правы. Я низко и порочно, я это знаю. Но к чему быть нравственной? Какое удовлетворить и получу я путем самопожертвования? Пройдут несколько лет, мы все умрем и будем забыты даже теми, которые любили нас. Так зачем же нам терять те радости, которые нам даны? Неужели трудно полюбить меня на один какой-нибудь час? Разве я не красива? Не может быть, чтобы красота моего лица и тела была бы ничтожна в ваших глазах. Ведь вы мужчина. — Убейте меня жестокостью ваших жестоких слов. Мне все равно. Я люблю, люблю вас. И в приливе неподдельной страсти Кибила вскочила на ноги, откинула волну своих роскошных волос и выпрямилась, как вакханка, сознающая свою чрезвычайную красоту. — Посмотрите на меня. Вы не можете, вы не смеете отвергать такую любовь, какую я вам предлагаю. Мертвая тишина последовала за ее словами. Я посмотрел с каким-то благоговением на Лусио, когда он повернулся к ней. Выражение его лица поразило меня тогда, как нечто сверхъестественное, неземное. Его красивые правильные брови слились в одну грозную черту. Его глаза метали искры. Но он засмеялся, засмеялся тихо, презрительно. — Не могу, не смею, — повторил он. — Женские слова, женские высокопарные слова. Виск оскорбленной самки, который не удалось привлечь своего самца. Такая любовь, как ваша, что она может дать? Унижение тому, кто примет ее, стыд, кто доверится ей. Вы хвастаетесь вашей красотой? Ваше зеркало отражает прелестный образ. Но ваше зеркало лжет так же искусно, как вы сами. Вы видите в нем не отражение самой себя, так как тогда отшатнулись бы вы от него с омерзением. А только вашу внешнюю оболочку отражает зеркало. Смертную и долговечную, которая превратится в пыль, из которой была создана. Я же, я вижу вас, и в моих глазах вы страшны, и всегда будете такой. Я ненавижу вас. Я ненавижу вас безмерной, безвозвратной ненавистью. Вы причинили мне вред. Вы прибавили лишнюю тяжесть к тяжелому наказанию, которое я несу. Сибила придвинулась к нему с распростертыми объятиями. Но величественным жестом он отстранил ее. «Отойдите!» — воскликнул он. «Устрашитесь меня, как неизведанного ужаса! О, немилосердные небеса! Одна только ночь прошла в той минуты, как меня предвинули на ступень ближе к потерянному блаженству. И вновь врата рая закрываются передо мною. О, бесконечная пытка! О, грешная душа мужчин и женщин! Неужели у вас не осталось ни гимны искорки от Бога? Неужели благодаря вам моя печаль будет вечна?» Луся стоял лицом к окну. Бредные лучи месяца освещали его мрачные лица и бесконечную и безвыходную тоску его взора. Я слушал его со страхом и измлением и не мог понять, что означали его странные слова. По выражению лица моей жены видно было, что она также не понимала их. «Луся», — прошептала она, — «Луся, в чем дело? Я ни за что на свете не хотела бы повредить вам. Я ищу лишь вашей любви, Луся, и заплачу за нее такой нежной страстью, такими ласками, о которых вы и не мечтаете. Ради этого, и только ради этого я вышла за Джеффри. Я выбрала его в мужья только потому, что он был вашим другом. О, вероломная женщина! Я заметила сразу всю степень его гнусного эгоизма. Он гордился собой и своим богатством и слепо доверял вам и мне. Я знала, что со временем не можно будет посредать примеру женщин моего круга и занести себе любовника, любовника. Тогда еще до свадьбы я избрала его. Я избрала вас, Луся, и хотя вы ненавидите меня, вы не можете помешать мне любить вас, любить вас до самой смерти». Князь пристально посмотрел на леди Сибилу, его взор стал еще мрачнее. «А после смерти», — сказал он, — «вы будете продолжать меня любить?» В его голосе было что-то вроде суровой насмешки, смутно испугавшей меня. «Вы будете любить меня после смерти?» «После смерти?» — пробормотала она, заикаясь. «Да, после смерти!» — повторила ему Грюма. «После существует!» «Ваша мать убедилась в этом!» Легкий крик вырвался из груди Сибилы. «Милая барыня!» — продолжал Реманес. «Ваша мать была сластолюбива, как вы!» «Она тоже решила последовать моде, как только слепое или добровольное доверие мужа было достигнуто. Леди Эльтон выбрала не одного любовника, а многих. Вы знаете ее кончину. По законам природы, которым, однако, почти никто не верит, больное тело — лишь отражение больного ума. И в последние дни жизни лицо в России не было действительно зеркалом ее души. Вы содрогнулись? Мысли ее отвратительной внешности вам противны. Однако зло, которое было в ней, кроется также в вас. Она тлеет в вашей крови, так как вы не верите в Бога, могущего излечить вас. Это зло возьмет свое в последнюю минуту, когда смерть схватит вас за горло и задушит вас. Улыбка на ваших холодных губах будет не улыбка святой, а улыбка грешницы. Смерть надуть нельзя, как бы в жизни не надували. А потому я спрашиваю вас опять, будете ли вы любить меня, скажите, когда узнаете, кто я. Я был страшно поражен странной постановкой этого вопроса. Я видел, как Сибила в мольбе протянула руку и задрожала. Когда я узнаю, кто вы, — повторила она удивленно, — разве я этого не знаю? Вы, Лусева, Лусия Римамес, моя любовь, моя любовь, ваш голос за меня музыка, ваш взгляд мой рай. И ад прервал князь с тихим смехом. Подойдите ближе, — Сибила быстро подвинулась к нему. Он указал на пол. Редкий голубой алмаз, который он всегда носил на правой руке, сверкнул в лунном свете, как в живое пламя. «Так как вы любите меня, — продолжал он тихо, — встаньте на колени и поклонитесь мне». Сибила упала на колени и сложила руки. Я хотел броситься вперед, остановить ее. Но какая-то неведомая сила приколывала меня к месту, лишая меня возможности сказать слово. Свет луны упал на ее приподнятое лицо, озаренное восхищенной улыбкой. «Каждой жилкой моего существа я поклоняюсь вам, — страшно шептала она. Мой царь, мой бог! Ваши жестокие слова лишь разжигают мою любовь. Вы можете убить. Вы никогда не перемените меня. Ради одного вашего поцелуя я готова умереть, ради одного объятья отдать свою душу». «Вы уверены, что у вас есть душа?» — презрительно спросил Луся. «Или, может быть, вы ее уже продали?» «Следовало бы раньше удостовериться. Останьтесь, где вы есть, и дайте мне посмотреть на вас». Женщина, нося имя мужа и храня его честь, одетая на его деньги, еще недавно лежащая рядом с ним, крадется ночью на свидание, чтобы обесчестить его и осквернить себя самым пошлым развратом. И вот все, что цивилизация девятнадцатого столетия могла вам дать, я лично предпочитаю те отдаленные варварские времена, когда грубые дикари дрались за своих жен, как дрались за свой скот, обращаясь с ними как скотины и ни одной минуты не думая, что женщины могут обладать такими качествами, как правдой и честью. «Если женщины были бы честны и правдивы, потерянное счастье могло бы вернуться к земле, но большинство, как вы, лживы и лисомерны. Вы говорите, что я могу сделать с вами, что хочу, пытать, убить, обесчестить и проклясть, если только я полюблю вас. Все это пахнет мелодрамой, и я всегда ненавидел мелодрамы. Я не убью вас, не обещаю, не прокляну и не полюблю. Я просто позову вашего мужа». Я тронулся со своего скрытого места, потом остановился. Сибиро вскочило на ноги в приступе злобы и стыда. «Вы не посмеете», — прошептала она, «Вы не посмеете так позорить меня». «Позорить?» — повторил князь Насумерчево. «Ваше суждение опоздало. Вы сами себя опозорили». Но Сибиро была окончательно возбуждена. Вся необузданность и упрямство ее характера проснулись. Она стояла, как разъеленная львица, дрожа с ног до головы от силы своих страстей. «Вы отталкиваете, вы презираете меня», — шепнула она голосом, в котором слышалось бешенство. «Вы смеетесь над моими страданиями, но вы за это заплатите. Я вам чета, и второй раз вы меня не оттолкнете. Вы спрашиваете, буду ли я любить вас, когда узнаю, кто вы. Вы желаете казаться таинственным, но меня таинственность не пугает. Я женщина, любящая вас всей силой своих страстей. Я убью вас из себя, скорее, чем сознаю, что тщетно мою за вашу любовь. Вы, может быть, думаете, что застали меня врасплох? Нет. И она внезапно выхватила короткий стальной кинжал, спрятанный между складками ее белого одеяния. «Полюбите меня», — повторяю я, — «или я убьюсь тут у ваших ног. Позову Джеффри и закричу, что вы причинили мне смерть». Она высоко поняла оружие. Я была бояться вперед, но Луся опередил меня. В выхвате кинжалу из ее рук он сломал его на две части и швырнул обломки на пол. «Вы родились для подмазков, сударыня», — сказал он резко. «Вы могли бы исполнить роль главной актрисы на сцене первоклассного театра и составить себе весьма завидную карьеру. Ваша душа была бы так же развратна, как теперь, но это ничего бы не значило, а так актрис целомудрие не требует». И Луся оттолкнула ее на несколько шагов, задыхаясь и бледнее от ярости. Сибиро смотрела на него, бледная с выражением не то страсти, не то боязни в широко раскрутых глазах. Одну минуту она молчала, потом немедленно приблизившись к нему с той кошачьей гибкостью движений, которая составила ей репутацию самой грациозной женщины в Англии. Она тихо и плавно сказала. «Лусио Римонес, я снесла ваше оскорбление. Как я снесла бы от вас смерть, потому что люблю вас. Вы ненавидите, вы отталкиваете меня. Я все-таки люблю вас. Вы не можете меня отбросить. Я ваша. Вы полюбите меня или я умру?» Одно из двух. Повремените раньше, чем дать мне ответ. «Я ухожу, предоставив вам на размышления весь завтрашний день. Полюбите меня, будьте моим любовником. И я сыграю перед светом комедию нравственности не хуже другой женщины. Ручаюсь вам, что мой муж никогда ничего не узнает. Но оттолкните меня еще раз, как вы оттолкнули меня, и я убьюсь. Я не ломаюсь перед вами. Я говорю спокойно и уверенно. И сделаю, что говорю». «Неужели?» Холодно спросил Лусио. «Позвольте мне вас поздравить. Мало женщин достигают такой логичности». «Я покончу с жизнью», — продолжалась Сибила, не обращая никакого внимания на его слова. «Я не могу жить без вашей любви, Лусио». И в ее голосе послышались слезы. «Я жажду поцелуев ваших губ. Сознаете ли вы вашу власть? Знаете ли жестокую и таинственную силу ваших глаз, улыбки, речи, красоту, которая делает вас похожим скорее на ангела, чем на человека? Ведь не существует тот, которого можно было бы сравнить с вами. Когда вы говорите, я слышу музыку. Когда вы поете, я понимаю, что может означать мелодия рая. Неужели вы не знаете, что ваша внешность — искушение для слабого женского сердца, Лусио?» Прошептала она и, успокоенная его молчанием, придвинулась ближе к нему. «Встретьте меня завтра около виллы Мави Склер». Князь вздрогнул, как узаленный, но ничего не ответил. «Я слышала все, что вы говорили и третьего дня», — продолжала Сибила и двинулась еще на шаг ближе. «Я пошла за вами и подслушала вас. Я почти обезумела от ревности. Я думала, боялась, что вы любите ее, но я ошиблась. Я никогда ни за что не благодарю Бога, но в эту ночь я поблагодарила Его. Я создал для вас, а она — нет. «Встретьте меня днем у ее дома, у куста белых розанов, которые еще в цвету. Сорвите одну, одну из этих маленьких осенних роз. И дайте ее мне. Для меня это будет знаком. Знаком того, что ночью я могу прийти к вам и не быть отвергнутой. Но, любимой, любимой, Лусева, обещайтесь мне дать эту розу, как символ одного часа любви. Я умру с радостью, достигнув в жизни всего, чего желала». И с внезапным быстрым движением обезумевшая женщина кинулась ему на грудь, а обвела его шею руками и подняла к нему свое лицо. Лунные лучи показали мне восторг, светившийся в ее глазах, и оброжащалые губы, и трепетно дышавшие вручек. Кровь бросилась мне в голову, и красный туман помутил мой взор. Неужели Лусева стоить против такого соблазна? Да. Он резко отстранил руки, обвивавшие ему шею, и порывистым движением оттолкнул ее. «Женщина, лицемерная и проклятая!» воскликнула страшным голосом. «Ты не знаешь, чего просишь. Розу из сада Мависклер, Розу из потерянного рая для меня они одинаковы, и ни ты, ни я не можем сорвать их. Любовь и радость для неверных нет любви, для безнравственных нет радости. Не прибавляй ничего к мере моей ненависти и жажды мести. Уйди, пока еще есть время. Пойди к судьбе, которая ожидает тебя и которую ты сама сотворила. Ничто не может ее изменить. А что касается меня, меня, перед которым ты склонилась в языческом преклонении, тут он грубо и резко рассмеялся, то угомони свои страстные желания. Подожди, красавица, Мы встретимся в самом непродолжительном времени. Я был не в силах выдержать больше и бросился вперед. Оттащив жену от Луси, я грозно встал между ними. Позвольте мне защитить вас, Лусио, От приставания развратней совоспитной я и громко, резко рассмеялся. Час тому назад я воображал, что она моя жена. Я ошибался. Она лишь купленная тварь, жаждающая другого хозяина. Одну минуту мы все остались в том же положении, глядя друг на друга. Я, забыхаясь, обезумевленно от ярости, Лусио, спокойный и презрительный, Моя жена дрожащая и испуганная. В приливе бешенства я бросился на нее и схватил ее за руки. Я слышал вас, сказал я, И видел вас, видел, как вы стояли на коленях перед моим верным другом И старались сделать его таким же подлым, как вы сами. А я, ваш муж, слепой безумец, доверяя которого вы добивались, только чтобы изменить ему. Я несчастный богач, получивший ради своего богатства бесстыдную развратницу в жены. Вы смеете говорить про любовь? Вы оскверняете это святое слово. Из чего сделаны такие женщины, как вы? Вы бросаетесь в наше объятие, вы требуете попечения и уважения. Вы искушаете нашу чувственность. Побеждаете наши сердца, только чтобы нас же дурачить. Вы лишаете нас совести, веры и жалости. Если мы делаемся преступниками, то чему тут удивляйся? Когда мы развратящим, то не вы не показываете нам пример, бог мой. Я, который любил вас, да, любил, несмотря на глубокое разочарование, испытанное мной после брака, и умер бы, чтобы отвлечь от вас даже тень подозрения. Я из всего мира выбран вами для вашей потехи и моего позора. Я выпустил ее руки. Сибила сделала усилия, овладела собой. И холодно, бесчувственно посмотрела на меня. «Ради чего вы женились на мне?» Спросила она. «Ради себя или ради меня?» Я молчал. «Боль и ярость душили меня. Все, что я мог сделать, это протянуть руку Лусио». Он взял и пожал радушно и дружелюбно. Однако мне показалось, что по его губам проскользнула улыбка. «Хотели ли вы сделать меня счастливой? Любили ли вы меня чистой любовью?» Продолжала Сибила. «Или просто желали улучшить свое социальное положение, соединившись браком с дочерью графа? Ваши намерения не были лишены эгоизма. Вы выбрали меня потому, что я считалась первой красавицей в Лондоне, и все мужчины говорили обо мне. Назвать меня своей женой придавало вам некоторый престиж, как выигрыш дерби привел к вашему знакомству с царствующим домом. «Я честно рассказала вам про себя до свадьбы, но вы не обратили на это внимания. Я никогда не любила вас. Я не могла вас любить. Я вам это сказала. Вы слышали, говорите вы, все, что произошло между мной и Лусио, значит, вы знаете, отчего я за вас вышла. Говорю вам это в лицо, только для того, чтобы ваш близкий друг был бы моим любовником. Если вы притворитесь скандализованным, это будет только смешно. Во Франции это положение самое заурядное. В Англии с каждым днем оно встречается чаще. Нравственность всегда считалась ненужной для мужчин. Теперь она не нужна и для женщин. Я устаивался на ее, пораженный быстротой ее речи и холодности ее тона после недавнего приступа страсти. Вам стоит лишь прочитать последний роман, продолжая Сибила с бледной улыбкой, или вообще что-нибудь из современной литературы. И вы убедитесь, что ваши понятия супружеской добродетели совершенно отжили. Внышнее время мужчины и женщины свободны любить кого хотят и как хотят, и потому ваш вид оскорбленного мужа не только смешон, но и старомоден. Уверяю вас, я не чувствую ни малейшего укора совести, когда говорю, что люблю Лусио. Каждая женщина была бы гордо полюбить его. Однако он не может или не хочет меня полюбить. Между нами только что разыгралась сцена. Вашим присутствием вы придали ей нечто драматическое. Этим вопрос исчерпывается. Я не думаю, чтобы вы имели повод для развода. Ну, если имейте, то сделайте одолжение, я защищаться не буду. И она повернулась, как бы желая ей уйти. Я продолжал молча смотреть на нее, не находя слов, чтобы ответить на ее наглость. Болос Луся, мягкий и внушительный, внезапно раздался. Все это крайне печально, сказал он. Но я положительно протестую против идеи ее развода, не только ради ее сиятельства, но ради себя самого. В этом деле я виновен. Еще бы, воскликну я, хватая его руку, вы само благородство Лусяо, и лучшего друга иметь невозможно. Благодарю вас за храбрость, которую вы высказывали в свое мнение. Я слышал все, ничто не было слишком сильное. Не могло быть слишком сильное, чтобы возбудить в этой заблудившейся женщине сознание своего возмутительного поведения, свои порочные измены. Простите меня, вежливо прервал меня князь. Леди Сибелла не изменяла вам Джеффри. Она лишь страдает легким возбуждением нервов. Мыслями она, пожалуй, согрешила, но общество этого не знает. А действиями она чиста, как только что выпавший снег. И с этой точки зрения все будут на нее смотреть. Его глаза блистали, я встретил его холодный, насмешливый взгляд. «Вы того же мнения, как я, Лусяо», воспитываю я хриплым голосом. «Вы чувствуете, как и я, что порочная мысль женщины так же гадко, как порочное деяние. Нет ни малейшего извинения, никакого оправдания для столь жестокой, гнусной неблагодарности. Я повернулся к Сибири в новом порыве ярости. Разве я не избавил вас и всю вашу семью от гнета бедности и долгов? Не покрыты ли вы драгоценностями? Не пользуетесь ли вы большей роскошью и большей свободой, чем любая королева? Неужели вы не признаете никакого долга по отношению меня? «Я ничего вам не должна», нагло сказала Сибила. «Я дала вам то, за что вы платили, мою красоту и социальное положение». Сделка была справедлива. «Насколько дорога и горько!» – воскликнул я. «Может быть, но какая бы она ни была, вы приняли ее. Вы можете покончить с ней, когда хотите. И закон...» «Закон в данном случае не освободит вас», – прервал вы все с раздраженным спокойствием. «Разлука на основании инкомпетимиду, без кора доказательства, пожалуй, невозможно. Но стоит ли об этом говорить? Ее стеятельство несчастно в своих вкусах. Вот и все. Она выбрала меня в качестве своего кавалера, и я отказался от этой чести. А потому надо поскорее забыть это неприятное приключение и продолжать жить на прежних основаниях». «Неужели вы думаете, – сказала Сибила, горделиво поднимая голову и указывая на меня, – «неужели вы думаете, что я буду продолжать жить с ним после того, что произошло сегодня ночью, за кого вы меня принимаете?» «За весьма очаровательную женщину слегка вздал мощную и нерассудительную, – ответил Лусио с сделанной галантностью. – Леди Сибила, вы нелогичны, как большинство женщин. «Вы их к добру не поведете, – продолжая эту сцену. – Для нас, бедных мужчин, она неприятна и тонительна. – Вы знаете, как мы ненавидим сцены. – Позвольте мне попросить вас удалиться. – Ваш долг повиноваться мужу. – Молите, небеса, чтобы он забыл ваш полночный бред и приписал его какой-нибудь странной болезни скорее, чем злой преднамеренности». Вместо ответа Сибила приделась к нему и протянула ему руки. – Лусио, – воскликнула она, – Лусио, мой дорогой, прощай, спокойной ночи. Я бросился между ними. – Перед моим лицом, – закричала я в бешенстве, – развратница, где ваш стыд? – Нигде, – ответила она с растерянной улыбкой. – Я горжусь тем, что люблю вашего красивого чудного друга. Посмотрите на него. Потом взгляните на себя в зеркало, на себя, ничтожного, бледного, незначительного. Как вы могли подумать, что женщина способна полюбить вас, когда Лусио находился рядом? Отстранитесь, вы бросаете тень между моим Богом и мной. Когда она говорила последние слова, выражение лица было столь странное и неестественное, что я совершенно растерялся и невольно исполнил ее приказание. Сибиро пристально посмотрело на меня. – Я могу одновременно проститься с вами, – заметила она, – так как никогда больше жить с вами не буду. – Не я с вами, – с яростью проговорил я. – Не я с вами, – не я с вами, – повторила она, как дитя заучивая урок. – Конечно, нет. Если я не буду жить с вами, то вы не можете жить со мною. И она резко засмеялась. Потом, повернувшись к Лусио, она бросила ему страстный, молящий взор. – Прощайте, – сказала она. Князь посмотрел на нее пытливо, но ничего не ответил. Его глаза при лунном свете блеснули холодно, как сталь. И он улыбнулся. Сибиро смотрела на него с такой напряженной страстью, что, казалось, хотела впитать его душу магнетизмом своего взгляда. Но Лусио стоял неподвижно, как статуя презрения и разумного самообладания. Моя скрытая ярость вскипела вновь при виде ее наглой откровенности. И я разразился резким хриплым смехом. «Силы небесные!» – вскручал я. «Передо мной прелестная Венера и угрюмый Адонис!» «Жалко, что нет поэта, чтобы обессмертить столь трогателю и сцену!» «Уйдите! Уйдите!» – и я в бешенстве повернусь к жене. «Уйдите, если не хотите, чтобы я убил вас!» «Уйдите с гордым сознанием, что сотворили зло и несчастье столь дорогие женскому сердцу!» «Вы испортили жизнь и обесчестили ими!» «Больше этого вы сделать не можете!» «И ваше женское торжество совершенно!» «Уйдите!» «Дал бы Бог, чтобы я никогда более не увидал вашего лица!» «Отчего, отчего ему несчастье жениться на вас?» Сибиро не обратило никакого внимания на мои слова, продолжая смотреть на Лусио. Тихо отступая, она, казалось, скорее чувствовала, чем видела, куда идет. Достигнусь винтовой лестницы, она повернулась и медленно пошла наверх. На полпути она обернулась, остановилась и в приливе страсти послала Лусио поцелуя обеими руками. Наконец, последняя тень ее белой одежды исчезла, и мы остались одни, мой друг и я. Лицом к лицу мы простояли молча, и мне показалось, что в глазах Лусио было выражение бесконечной жалости ко мне. Потом, пока я еще смотрел на него, что-то схватило меня за горло и сдавило мне дыхание. Темное красивое лицо князя внезапно запылало, как в огне. Пламенный венец окружил его голову, и лунный свет багрово заблестел. В моих ушах раздался шум грома, невидимый музыкант заиграл на старом органе. Стараясь победить эти обманчивые ощущения, я невольно протянул руки. Лусио, застонал я, Лусио, мой друг, мне кажется, что я умираю. Мое сердце разбито. И с этими словами густой мрак окутал меня, и я упал без чувства. Какое блаженство в абсолютном беспамятстве! Достаточно, чтобы внушить желание такого же беспамятства в смерти. Полное забытие, совершенное разрушение для грешно-человеческой души было бы большим милосердием, чем страшный божеский дар бессмертия. Я, убедившись в бесспорной истине вечной жизни, вечного возрождения каждого отдельного духа в каждом человеческом существе, смотрю на бесконечную будущность, в которой я обязан играть свою роль, скорее со страхом, чем с благодарностью. Ибо я зря потратил время и отбросил лучшие случаи в жизни. И хотя раскаяние может искупить мои грехи, но путь раскаяния горький и долгий. Легче потерять славу, чем добыть ее. Если бы в ту минуту, когда я понял всю глубину постигшего меня горе, я мог бы умереть той смерти, о которой говорят позитивисты, как это было бы хорошо. Однако мое беспамятство продлилось недолго. Когда я пришел в себя, то увидал, что нахожусь в комнате Лусио, одной из самых роскошных находившихся в вилла с мирью. Окна были широко раскрыты, и лунный свет беспрепятственно проникал в комнату. С холодным вздохом я вернулся к жизни и сознанию, и услыхал какой-то дребезжащий звук. Лусио импровизировал мелодии на мандолине. Я был поражен этим изумлен, что в то самое время, когда я почти умирал под тяжестью внезапного горя, мой друг мог еще тешиться какими-то забавами. Положим убеждение, что когда мы лично страдаем, никто уже не смеет веселиться, а распространено между всеми. Мы даже требуем, чтобы природа приняла жалостный вид. Когда наше «я» чем-нибудь расстроено, так далеко заходит наше самомнение. Я взял легкое движение и попытался встать с кресла, в котором полы лежал. Лусио, не переставая что-то наигрывать, сказал, «Не движетесь, Джеффрис, через несколько минут вы будете опять молодцом. И не мучайтесь напрасно». «Не мучиться», — повторил я. «Отчего вы не советуете мне не стрелять?» «Потому что в данную минуту не вижу необходимости в этом совете», — был спокойный ответ. «И даже если была необходимость, не знаю, сказал ли бы я вам это, так как нахожу, что лучше убиться, чем мучиться». Однако мнения бывают разные. «А что касается данного случая, то лучше смотреть на него легко». «Легко?» «Принять свой позор и без чести легко?» «Я чуть не вскочил с своего места. Ваши требования невозможны». «Мой добрый друг!» «Я не требую больше, чем требуется сотни мужей нашего круга. «Подумайте, ваша жена временно лишилась здравого ума и стала жертвой результированной болезненной страсти, внушенной исключительно моей внешностью, а не мною, так как она меня не знает». «Любовь к красивым чертам нередко встречается между женщинами. Но эта болезнь со временем она проходит, как всякая другая болезнь». «Бесчестие и позор, словами подходящая в данном случае, ничего не было, не сказано, не сделано при свидетелях, а потому я положительно не понимаю, над чем вы хлопочете». «Главная цель общественной жизни состоит в том, чтобы скрыть от взора грубой толпы и семейные растры, и нечаянное проявление страстей. А наедине вы можете делать что угодно. Вас видит один Бог, и это, конечно, не важно». Руссия приостановился, сыграл какую-то изящную мелодию, потом заговорил опять. «Вот как надо действовать, Джеффри. В теперешнем удрученном состоянии вашего ума мои слова кажутся вам неуместными. Но иначе действовать с женщинами нельзя в браке и вне брака. Перед светлым и обществом ваша жена, как жена Кесаря, выше подозрений. Только вы и я, мы были свидетелями истерического припадка. «Вы называете это припадком? Но она любит вас!» — воскликнул я горячо. «И она любила вас всегда, она в этом призналась. Вы сами сказали, что в этом убеждены?» «Да, я всегда знал, что она истерична. Большинство женщин не имеют настоящих чувств и серьезных ощущений. Конечно, кроме тщеславия. Они не знают, что такое настоящая любовь, а просто жаждут победы. Если это им не удается, то изливают свою досаду в припадках истерики, которые у некоторых делаются хронической. Леди Сибиры подвержены им. Теперь выслушайте меня. Я немедленно уеду в Париж, Петербург или Берлин. После того, что случилось, я оставаться у вас не могу. Даю вам слово штаны, а отныне я вмешаться в вашу семейную жизнь не буду. Через несколько дней вы переживете первое чувство досады и научитесь, как терпеть случайности брачной жизни. Это неисполнимо, и я сам не расстанусь, воскликнул я. И с ней я жить не буду. Выше товарищества верного друга, чем жизнь с неверной женой. Луся приподнял брови в недоумении, потом пожал плечами, как бы желая прекратить слишком трудный спор. Он встал, отложил свои мандолины и подошел ко мне. Его высокий стройный стан бросал в длинную тень на освещенный луною вычурный паркет. Честное слово, Джеффи, вы ставите меня в весьма неловкое положение. И как поступить, не знаю. Конечно, вы можете получить судебное разрешение на отдельное жительство. Но мне кажется, что это шаг опрометчив. После каких-нибудь четырех месяцев брачной жизни. Свет заговорит сразу, а развязать языки светских сплетников, по-моему, лишнее. Благоразумнее всего сейчас ничего не решать. Поедемте на один день в город. Оставьте свою жену размышлять над собственной глупостью и могущими быть последствиями. После чего вам будет легче прийти к какому-нибудь соглашению. А пока пойдите к себе и засните до утра. Мне заснуть не удастся, сказал я, и невольно задрожал. В той комнате, где она, я остановился и с отчаянием посмотрел на Лусио. Мне кажется, что я схожу с ума. Мой мозг говорит, говорит, как в огне. Если бы я только мог забыть, забыть Лусио. Лусио, если бы вы, мой честный друг, изменили бы мне, как она, я умер бы. Ваша честь, ваша правда спасли меня. Князь улыбнулся какой-то странной, циничной улыбкой. Пустяки. Я добродетелю не отличаюсь, ответил он. Если бы красота вашей жены пристила меня, я, конечно, уступил бы ее просьбам. И в этом поступил бы, как всякий мужчина. Она сама это говорила. Но, может быть, я сверхчеловек. Во всяком случае, внешняя красота, когда она не на виду с духовной красотою, не произойдет на меня ни малейшего впечатления. А когда я встречаю обеих, то получается самый неожиданный результат. Я стараюсь узнать, до какой глубины доходит красота, и можно ли ей повредить или нет. Но как я нахожу ее, так и оставляю. — Что же мне делать? — спросил я вяло, глядя на вычурные рисунки пола, дрожащие в причудливом освещении луны. — Что вы посоветуете? — Поезжайте в город со мной, — повторил Лимонез. — А жене оставьте записку, объясняющую ваш отъезд. В клубе мы спокойно обсудим, как лучше предотвратить публичный скандал. А пока ложитесь спать. Если вы не хотите возвращаться к себе, ляжьте здесь, в соседней комнате. — Я встал, решив беспрекословно повиноваться моему другу. Лусио зорко следил за мной. — Если я предложу вам усыпляющее лекарство, вы примите его? — спросил он. — Оно безвредно и даст вам несколько часов сна. — Я принял бы яд из ваших рук, — ответил я стремительно. — А чего вы мне его не даете? — Тогда бы я действительно заснул и забыл эту ужасную ночь. — К вещайски вы бы не забыли, — ответил Лимонез, — с другой стороны. — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова — — субтитров А.Егорова